Девушки отдыхают Это было в 1930 году. Мы сидели в большом кафе в Черновицах, тогда еще принадлежащих Румынии. «Смотри, Владеско!» – неожиданно прервав наше молчание, сказал мой старый приятель Петя Бароц из воспоминаний Александра Николаевича Вертинского. «Какой ты, Владеско?» – спросил я. «Тот, что играл в Вене?» «Да». Я вспомнил его. Это был один из пяти ресторанных скрипачей знаменитостей, королей цыганского жанра. Самодовольный и презрительный, он небрежно вертел в руках скрипку, точно разглядывая ее. Наконец, он снисходительно дотронулся до струн. Его скрипка то пела, то выла, как тяжко раненый зверь, то голосила пронзительно и звонко, тоскливо умирая на высоких нотах. Изумительно, не выдержал я. «Да, играть он, конечно, умеет, а вот как человек он настоящая скотина», – неожиданно сказал Петя. «Видишь, вон ту женщину у эстрады. Это его жена. Когда-то она была знаменитой актрисой. Сильвия Тоска». А теперь? Теперь она бросила сцену из-за него, конечно. И что же дальше? Дальше? Он бьет ее, да еще при всех, по лицу, когда пьян или не в духе. Он забрал ее в бриллианты, славу, покой душевный. И вот, видишь, таскается за ним по всем кабакам мира. Сидит по ночам, ждет его. Постепенно зал затих. Владеско играл одну из моих любимых вещей – концерт царосата. Это было какое-то колдовство. Временами из-под его пальцев вылетали неприсущие скрипки, почти человеческие интонации. «Да», – сказал Петя, – «но когда он играет концерт царосата, в голове у меня бешено крутились строчки. Родилась песня». Прошло три года, и я начал свое концертное турне в Берлине. В моей программе было много новых вещей. Был в ней и концерт царосата. «Ваш любовный скрипач, он седой и горбатый, он вас дико ревнует, не любит и все. Но когда он играет концерт царосата, ваше сердце, как пица, летит и поет». «Знаешь, кто тут играет в Эден-отеле?» «Владеско». «Помнишь, тот?» «Я слушал его вчера и сказал ему, между прочим, что ты написал о нем песню». «Напрасно. Он не стоит песни». «Перед началом концерта я заглянул в дырочку занавеса. Владеско сидел в первом ряду. Он пришел слушать свою песню. «Подожди же, злорадно, подумал я, ты у меня еще потанцуешь». «Он воскомгал, сломал, обокрал, обезличил англию. Он сумел превратить ангелы. И давно уж не море, давно не слегичил ваш красовый жакет легким запахом ангелы». «Я пел, глядя в упор то в его глаза, то в глаза Сильвии». Владеско слушал в смертельном испуге. Он весь как-то съежился, почти вдавившись вглубь кресла. «И когда вы, продая от глаз хамоватых, тихо плачете, где-то в луну не меша, он играет для вас. «Ой, ой, ой, сердце вразаце, от которого кровь зальется душа». «А-а-а, сквозь песню донеслось до меня». Он стонал от ярости и боли, уже не владея собой, закрыв лицо руками. «Изаправленный, ненужный, больной, брюхатый, и набитый болт, вызирая всегда, вы упражняете в сло, в слое сердце раздаться, и в тупленной, безумной, и больной, и в руках». «Мои руки, повторявшие движения пальцев скрипача упали. В каком-то внезапном озарении я бросил на земь воображаемую скрипку и в бешенстве наступил на нее ногой». «Скрипка» – это чувство. «Наверное, может быть». «Скрипка» – это живое существо. У нее есть душа. Эту тайну этой души можно вообще раскрыть, разгадать?» «Я думаю, что тайну, как всякую тайну, до конца разгадать невозможно. На то она и тайна, на то она и чудо. Но где-то близко подойти, взглянуть на какой-то отдельный аспект этой тайны можно». Меня потрясало, что Давид Федорович брал скрипку со стола и играл любое сочинение с любого места. Очень часто на память, наизусть. Меня потрясала его доброжелательность уникальная, слушай. Как он относился к студентам, как он к ним обращался, с каким уважением. Конечно, когда он играл, время останавливалось. Руки, по-моему, переставали двигаться у людей. Взгляд останавливался. Но когда перед вами практически совершенство, вы застываете в изумлении в нем. Можно сказать, что Давид Острах родился скрипачом. Первым это понял его первый и единственный учитель, профессор Столярский. Дорога к успеху и мастерству была такой же стремительной и прямой, как стиль игры, где, как сказал поэт, алгебра поверила гармонию. Победа на конкурсе в Москве, Варшаве и, наконец, триумф в Брюсселе на престижном международном конкурсе имени Жена Изаи. Как он тогда выглядел и как играл. Сохранялась историческая киносъемка, сделанная в 1937 году сразу же после конкурса в Брюсселе. КОНЕЦ Давид Ойстрах был моим самым величайшим, самым близким другом и коллегой. Я любил его больше всех других скрипачей. И никакого не было эгоизма, себелюбия, преподнесения себя. Он был очень широкой, щедрой натурой. Он был блестящим скрипачом и выдающимся музыкантом. Он был изумительным человеком, золотым человеком. Он обладал прекрасным, я бы сказал, уникальным даром. Он просто искренне относился к людям. Думаю, что все это шло от удивительных душевных качеств этого человека. Все великие скрипачи безоговорочно отдавали Давиду Федоровичу пальму первенства. Его знал весь мир. Короли и президенты, виртуозы исполнители и дирижеры. Но главным человеком для Давида Остраха на всю жизнь оставался профессор Столярский. КОНЕЦ У Столярского ассистента был такой Венимин Зинович Марткович, замечательный педагог, который, кстати, я не могу не сказать, вот это педагоги, какие были педагоги, для того, чтобы смотреть, какая у меня правая рука и где у меня большой палец на смычке, он становился на колени. Я это никогда в жизни не забуду. Потом была война, Новосибирск, письмо профессора Емпольского 14-летнему Эдуарду Грачу и Центральной музыкальной школы в Москве. А вот это я. Да. Интересно. Я помню, как снимали в нашей школе этот фильм. Я был тогда в четвертом классе. У нас были замечательные учителя. Замечательные не говоря уже конечно педагог по специальности. Абрам Ильич это мой второй отец, конечно. И все ну но по общеобразовательным дисциплинам потрясающий Петер Каменкович, Сухопрудский, Палеолог. потрясающие совершенно люди были. Для тебя запоминается на всю жизнь. Теперь поем эхо в ре мажоре. Будет повторять мои фразы называют звуки. А это Вера Николаевна Надеждина. Она ведет урок в шестом классе. И это с Альфеджио. Занятия с Альфеджио бесконечно разнообразны. Они воспитывают слух и внимание и ведутся во всех классах. Вот на первой партии светловолосый Федя Дружинин. В будущем выдающийся альтист, которому Шостакович посвятил свою альтовую сонату. Пианиц Женя Эпштейн, Нунеха Чатурян, Изначилиска Кира Цветкова, здесь же Игорь Ойстрах, Геннадий Рождественский. Снимали этот фильм, а не закончилась еще война. Как бы, казалось бы, кому-то этого дела было тогда. Ведь не закончилась война еще. Это, я думаю, что это начало 45-го года. Ну, во всяком случае, до лета. Точно, совершенно знаю, потому что это первый год моего обучения в ЦМШ. Профессор Абрам Ильич Емпольский. Эдик Грач старается и волнуется. Доброжелательно улыбается ему профессор. В этой улыбке чувствуется вся его воспитательная система. Много чудесных скрипачей выпустил в свет этот славный мастер. Его ученики сами стали учителями. Вот сидит Светлана Безродная. Такая же красивая, как и теперь. Я считаю, что самое сильное его качество он, грубо говоря, не стриг своих учеников под одну гребенку. У него все разные. Вот все большие скрипачи, которых он воспитал. Ну, назови, пожалуйста, наиболее крупных скрипачей. Ну, Коган хотя бы. Коган Ситковецкий. Это величины, так сказать, совершенно мирового класса. Безродный. Концерт Шостаковича играет Леонид Коган. Один из великих скрипачей 20 века. Неистовый романтик, мощно и пронзительно, а именно так звучит в его руках скрипка Страдивари, утверждавший, как мне кажется, традиции Никола Паганина. Не случайно, что именно он, Леонид Коган, играл когда-то в художественном фильме роль Паганина. КОНЕЦ 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 Однажды у меня был такой случай, один очень богатый человек в Сиатле пригласил меня в свой дом гостевой пожить. Я там играл с местным оркестром, и он любитель скрипач сам. И вот после ужина он мне говорит, маэстро, придите ко мне в кабинет, я хочу вам что-то показать. И когда я вошел к нему в кабинет, на мраморном столе я увидел огромное количество скрипок, наверное, 30-40, может быть. Я просто не поверил своим глазам, сокровища просто, алибабы. И вот он говорит, попробуйте, какая вам скрипка понравится. Я стал играть на одной, на другой, и вот мне одна скрипка очень понравилась. И что это за скрипка? Он говорит, это одна из замечательных скрипок работы Гварнери дель Джезу последнего периода. Это как раз вот тот мастер, который делал скрипку Паганини приблизительно того же года. Я стал на ней играть, он курил сигару, закрывал глаза. Потом он говорит, послушайте, я готов вам эту скрипку дать на несколько лет в пользование. Я даже готов страховку оплачивать, поиграйте на ней. Но я сказал, вы знаете, я не могу ее взять, эту скрипку, не могу я на ней играть. Он говорит, ну почему? Я говорю, потому что она звучит голосом Исаака Стерна. Я слышал его звук вот в этой скрипке. Вдруг он побежал, закрыл дверь своего кабинета. Он говорит, вы разгадали тайну. Я две недели тому назад купил эту скрипку у Стерна. Еще об этом никто не знает. Я ему дал слово, что никто об этом никогда не узнает. Как это получилось так? Я говорю, я не знаю. Ну вот она звучит голосом Стерна. Вы понимаете, вот как это объяснить? Ну это факт. Я отказался от этой скрипки. То же самое было у меня ощущение, когда я начал играть на этой скрипке. На скрипке Паганини. КОНЕЦ Великие инструменты переживают людей. Люди уходят, гении уходят. А скрипки остаются на сотни лет. В них жив нерв, жива душа всех тех, Кто когда-то прикасался к их струнам. Придут новые люди. Придут новые люди, новые музыканты, новые поколения. И все будет повторяться с ночью. И все будет повторяться с ночью. Без слов, без такта. И только где-то глупая тарелка вылязгивала. Что это? Как это? А когда геликон меднорожий, потный, крикнул, Дура, плакса, вытри! Я встал, шатаясь, полез через ноты, Сгибающиеся под ужасом пюпитеры. Зачем-то крикнул «Боже!» Бросился на деревянную шею. Знаете, что скрипка? Мы ужасно похожи. Я вот тоже ору, а доказать ничего не умею. Музыканты смеются, влип как. Пришел к деревянной невесте, голова. А мне наплевать, я хороший. Знайте, что скрипка. Давайте будем жить вместе. А? Музыканты смеются, влип как. Вот ваша скрипка – это ведь близкое существо для вас. Иногда друг, иногда сестра, иногда непрощающий человек, иногда существо, которое мне говорит, ты бездельник. Возьми меня в руки, вспомни. Азы. То, с чего ты начинал. Иногда ужасает меня инструмент. После сольного концерта где-нибудь там в Карнеги Холл в Нью-Йорке переполненный зал, люди стоят, аплодируют. Я вижу горящие глаза после того, как ко мне приходит публика, цветы и так далее. Вот утром встаешь, открываешь скрипку, открываешь футляр, начинаешь играть и думаешь, как же я вчера играл вот этот сольный концерт. Как у меня все это выходило легко и просто. Куда это все исчезло? Надо опять начинать сначала. Это мучительные взаимоотношения. Это очень непростые взаимоотношения. Очень часто скрипка побеждает тебя. Но для того, чтобы она прощала, поддавалась, отдавалась и была проводником между твоим чувством и мыслями к сердцу слушателя, для этого нужно ей служить. Каждодневно, ежечасно. Каждодневно, ежечасно. Каждодневно, ежечасно. Каждодневно, ежечасно. Субтитры создавал DimaTorzok